Ну и вот он Сларк, который из ПТ и в рейсбанном доме. Он нифига не может сделать. Типа ДК просто постоял, потанковал, пил субботлом и Сларк погиб. Таки отдали корову под треком. Сларк у нас тоже... Вот бегу дальше, вешаю трек на года. Ну, бегает, бежать надо, по идее, да? А, боже мой, Фобос что делает? Ну, типа вот, убили, убили двоих, всё, вострое, ребят, вострое. Куда идёт Фобос? Фобос куда-то идёт. Он подошёл, у него был Слоринг, он пропал, и он, типа, не смог дать стан. Дуги Фобос погиб. Да чё, Игна Кавапу нападает? Ну, короче, вопрос был, все три игры, куда идут в Виртуз Про? Он был и в второй игре, и в третьей, и в четвёртой. То есть они реально ходят и фидят Клауд Найн, как будто так задумано по треками. И на лане они должны разобраться с этим вопросом. То есть такого быть не должно, что просто вот люди идут и умирают. Просто идут, умирают, просто идут, умирают. Вообще, пятнадцатый год. Стоит три героя, и влетает одна корова. Влетела одна, погибла, а потом приходит Клопа. Клопа влетает одна. Подходит ещё Дазл, но Клопа обнаруживает, что она до трех не убивает. У меня есть ощущение, что наших дотеров нужно засесть и тысячу раз посчитать от одного до пяти, чтобы они понимали, так, пять больше, чем один, четыре больше, чем два, три больше, чем один, два с половиной больше, чем, там, один с половиной, вот так вот. И чтобы они это на автомате двигали, и каждый раз, когда они тут заметили, чтобы они считали. Ага, три, а я один. Ага, три, а я один. Или когда, ага, три, а их пять. Может быть, убежать. То есть, вот это, что происходило, потому что у меня реально вопросы, о чём вообще думают игроки в таких атаках. О чём они вообще думают. Это странно, ребят. Это странно. Так. Продолжение следует...